Ещё в древности Аристотель говорил, что то, что мы едим, может стать для нас ядом или лекарством. С тех пор люди тщательно изучали продукты питания в целях выздоровления. Сегодня эти вопросы решают в Институте генетики и цитологии Академии наук Беларуси. Понимаем о том, что сейчас для того, чтобы корректировать свой образ жизни и минимизировать последствия каких-то хронических болезней, либо предотвратить эти болезни, зная наши генетические особенности, мы можем с правильным планом питания предотвратить какие-то нехорошие последствия. Этими вопросами занимается нутригеномика, раздел генетики, отвечающий за вопросы влияния питания на здоровье. Некоторые учёные даже отмечают, что часть настественных заболеваний можно вылечить без применения лекарств, а лишь скорректировав меню. Однако есть много нюансов. У человека более 20 тысяч генов, и у каждого участка вереницы ДНК свои особенности. Все люди между собой отличаются в какой-то степени, хоть мы и похожи на 99,9%, но вот этот 0,1% различий, он придаёт определённые вариации, благодаря этому, соответственно, каждый человек друг от друга отличается. Отличаемся мы последовательностью нуклеотидов, то есть структурой наших генов. Там может быть одна какая-то замена, и это может приводить к определённым изменениям. Рекомендации по питанию составляют вместе с Минздравом, и результаты исследований находятся в открытом доступе. Это значит, что врачи по всей республике опираются на эти данные при составлении плана лечения. Стоит отметить, что разработкой схем питания занимаются учёные из разных сфер медицины. Развитие наших технологий, развитие нашей науки, оно говорит о том, что ни одна область не развивается самостоятельно. И мы говорим о интегративной медицине, о персонализированной медицине. О персонализированной медицине предполагает о том, что в развитии как и профилактики заболеваний, лечения заболеваний участвуют группы специалистов из разных областей. Это в первую очередь и медики, это и биологи, это и химики, это и микробиологи. Для тех, кто хочет узнать особенности организма детальнее, специалисты составляют так называемые генетические паспорта. В них есть рекомендации и расшифровки. Так можно узнать, какой у вас метаболизм и как, например, организм усваивает какой-либо продукт. Интересно, что такие исследования проводят для спортсменов, чтобы укрепить здоровье и повысить результаты. Кто-то употребит кофеин за час-два до соревнований, но у него очень медленный метаболизм, и, соответственно, он начнет действовать только через 5 часов, соответственно, можно промахнуться. Кто-то, наоборот, употребит его за 3-4 часа, но у него быстрый метаболизм, и, соответственно, к моменту соревнований он уже весь метаболизируется из организма. Нутригеномика или расшифровка генов через призму питания позволяет найти ответ, причину заболевания, когда анализы и общие симптомы недуга не дают конкретной картины. Такой современный подход с каждым годом получает все большую популярность у белорусов. Для наличника Александра Метлицкая. Новое утро.